Понятие «Русь» и понятие «Русский» — это прежде всего высокое душевное состояние, состояние света, состояние высокого пробужденного сознания, в котором люди находятся в постоянной радости, в постоянной любви, в постоянной благости. Эта благость распространяется на всю Землю, она создает то пространство, в котором не может быть чего-то деструктивного, то пространство, в котором всё находится в высокой вибрации, в высоком развитии, то пространство, где нет места боли и страдания. И это всё и есть те понятия, которые называются «Русь», «Русский». И в ведические времена, во времена Золотого века, это было проявлено всецело. Поблагодарим это святое место. Поблагодарим наших предков. Дальмены — это прежде всего святыня наших предков. Это те места, где многие сотни и тысячи лет назад наши предки, соединяясь в вечности, соединяясь в такой высокой форме священнослужения, запечатлевали здесь глубокую мудрость, восходили в своём духе к Богу. И благодаря этим святыням мы сейчас здесь, также прикасаясь к древности, можем раскрывать в себе это знание, проявлять все наши возвышенные божественные качества и соединять цепь поколений, передавать, также нести этот свет наших душ в мир, наполняя мир и создавая мир, наполняя его любовью, справедливостью. Считаем, что мы уже пробудились, мы уже в ясном сознании, в бодром здравии и начинаем что-то делать. Но на самом деле мы, как я говорил, не переходим из одной формы сна в другую. Мы на самом деле в спящем состоянии. Всю нашу жизнь, по сути. Внутри нас же есть всё, что нам необходимо на самом деле. Не так, как считает наше эго, что я хочу то, мне нужно то, какие это проявляет амбиции в этой жизни. А вот истинное, всё, что нам необходимо, оно находится внутри нас. И с помощью первого звука ОМ мы раскрываем это знание постепенно, не спеша. Мы пробуждаем глубоко-глубоко, пробуждаем себя, свою душу, пробуждаем свой разум. И это знание, оно входит в нашу жизнь реализованное. Не так, как мы привыкли. Получаем какую-то информацию, да, вот как с самого детства. Детский сад, школа, институт и так далее, и так далее. Мы заполняем себя пустым, непрактическим знанием, на самом деле, которое, если так осмыслить, неприменимое, там, малый процент мы можем действительно реализовать, применить, практически это реализовать в нашей жизни. Всё остальное, оно просто как такой бесполезный груз у нас остаётся, наших догм, наших каких-то программ, которые мы, приезжая сюда, всегда с таким уже усилием приходится нам отряхивать это, для того, чтобы снова вернуться в своё исходное состояние пробуждённого сознания, чистого, ясного. И то знание, о котором я говорю, а это не иначе, как вот это состояние, да, которое мы все с вами испытываем, все вместе, когда создаём такую вибрацию, звуки это наиболее лучше ощущается. Это состояние, оно на самом деле и есть вот это истинное знание, реализованное, реализуемое нами. То, где душа наша, действительно, она раскрывается. Каким образом уже, да, какими формами, это уже ваше личное дело каждого, индивидуальное. Ну, то есть у каждого есть индивидуальное какое-то проявление жизни, и у каждого есть какая-то определённая функция, определённое индивидуальное предназначение вашей души. Но принцип, он один и тот же для всех. Это путь раскрытого, открытого сердца. Ну, хорошо, давайте, друзья, будем начинать нашу практику. И начнём её с разминки. Как котята, сами с тобой. Почувствуйте своё тело, потянитесь, покрутитесь. Как к утрам с постели поднялись, и потяните. Потяните всё твоё тело, почувствуйте, где там ещё спит, где там зажато. Пройдитесь быстренько. По телу, постаните хорошо. Со звуком тоже блоки лучше выходят. Постучали, всё тело расслабили, протрясли. Все мышцы расслабки. Позвоночник только ровный, макушка кверху. Мышцы века тоже расслабки. Скоченько протрясите. Всё с себя сбросите. Всё ночное, всё наносное. Создайте себя намеренно сбросить сейчас всё лишнее. Все тело растрясите горизонтально. Устойчиво стали, жгоночку поработали. Тоже тело расслабленное, просто подбрасывает из себя. И пролетайте в скрученное положение, голова тоже скручивается. На крайних скрутках можно делать выдохи, выдох, выдох, выдох через нос. Как насос себя покачали. Вдох и выдох. Вдох и выдох. Полностью глубокие вдохи и выдохи. Вверх вдох, вниз выдох. Хорошо потянулись вверх, укоренились внизу хорошенько. И потянулись в себя кверху, макушку кверху, руки и покачались со стороны в сторону. Также с нашим глубоким дыханием. Дышим. Не зажимаем дыхание, хорошенько подышите. Вдох в одну сторону, выдох в другую. Сделаем звуковой сброс на вдохе, вытягиваем все напряжение мысленно, все из себя наносное, все зажатое вытягиваем и со звуком Х сбрасываем его в землю. И еще раз немножко потянитесь, как в самом начале, пройдитесь по телу, почувствуйте, как оно уже легче, лучше себя чувствует. Да. Отдохните, выдохните, прочувствуйте дыхание более глубже, от самого низа до верха, все тело. Все, давайте в кружочек снова встанем, еще раз настроимся. Свободное дыхание, глубоко вдыхаем и плавно, выдыхая, отпускаем звук, будим, будим, помните, как мы со звуком работаем, постепенно растягиваем, замедляем, как будто бы дыхание и как будто бы тянем наш звук, тянем и мысленно вот так, как будто бы вы его кверху подаем, как купол такой над нами создаем, мысленно. потихонечку расслабляем нижнюю челюсть, рот можно открывать и на раскрывающие звуки немножко позвучим, такой как канал, поток на уровне позвоночника вертикальный, чувствуем, как на уровне груди он перекрещивается и горизонтальный тоже поток вот через наши руки соединяет всех нас, чувствуем наше единение, чувствуем, как через руки у нас также идет поток живо протекает, чувствуем, как мы все единое целое. давайте настроимся на это единство движением, хлопочком. Руки расслаблены, не напрягаются, концентрируемся больше на звуке сейчас, на звучании. Хорошо. Вот так, как мы сейчас уже стоим все, давайте присаживаемся в кружок. Просто делайте вдох и не зажимая дыхание, не останавливая его плавно выдыхаем и отпускаем звук. Снова вдох и выдох звук. И каждое звучание как будто бы немножко мы тянем, растягиваем, замедляем. В первое время немножко нам нужно, чтобы выйти действительно на этот звук, глубокий звук, он не поверхностный, а глубоко войти в этот первый звук, нужно будет некоторое время настройки определенной. Эти усилия, они стоят того, чтобы даже пять минут, даже минуту, даже несколько раз, чтобы потом просто прочувствовать эту высоту, это высокое звучание. Почувствуйте свой позвоночник, расслабьте свое тело, отпустите все мысли. Все, о чем я сейчас говорил, это уже не важно. Просто отбросьте это. Настроимся на вечность с помощью первого звука ОМ. ПОДПИШИСЬ. 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 Субтитры создавал DimaTorzok